Всем салюты! Сегодня я так широко улыбаюсь, потому что режиссер наконец-то вернулся, и я думаю, что видео будет в обычном, который вам очень было. Поступают какие-то комментарии, вам там немного, давайте меньше говорить, и понятно, что у меня вечная какая-то словесная добата, но ориентироваться, к сожалению, на каждое мнение, на каждый комментарий я не могу, их много, их сейчас тоже, в принципе, недостаточно, но на заметку я взяла, поэтому коротко и ясно, готовим Горадо. Первый киноляп, на радость, что режиссер вернулся, забыли микрофон надеть, все, микрофон здесь, но второй раз я уже на таких эмоциях это не повторю, поэтому киноляп, что теперь делать? Так, ладно, готовим Дорадо. Весна, уже как-то хочется, не знаю, чего хочется, но весной всегда хочется рыбы и овощей побольше, по крайней мере у нас так было всегда. Вот, так что попробуем сегодня приготовить рыбу. Так, я что делаю с ней? Я, значит, ее сейчас поперчу, и вообще Дорадо мы готовим, чаще всего я готовлю на сковороде, чтобы придать корочку, чтобы цвет какой-то хороший был, но, так как полезней в духовке, приготовим ее в духовке. Сейчас еще запахи разводить на весь дом. Вот, а в идеале вообще на гриле, но гриль еще у нас не готов на улице. Так, теперь надо ее поперчить, посолить. Так, и я немного еще потру паприкой, паприка с чили. Так, внутрь. Собственно, и у меня есть розмарин, который я положу внутрь. Он придаст аромат рыбе. Так, это сюда. Так, нарежем лимон. Я лимонные дольки тоже кладу в рыбу. И пол дольки. Вот тут розмарин. Противень, вот бумагу, на которой будет рыба, польем чуть-чуть маслом. И положим нашу рыбку. Упс. И то же самое проделываем с остальными. Я чуть-чуть, прям буквально чуть-чуть вот так вот маслом. И в духовку. 200 градусов, ну минут 20. Так, слушай, ну к рыбе мы будем подавать салат. Никакой картошки, ни каких-то других гарниров. Вот, полезно и легко. Салат французский. Называется, как он называл? Не с вас, не с вас. Окей. Но я его немножко переделала. Потому что он там идет с тунцом. А у нас он будет из лосося малосольного. Вот. Поэтому ничего страшного. Совершенно спокойно. Любой салат можно переделать под себя, как хочется. Но прекрасное французское название остается прежним. Вот. Для этого нам понадобятся листья салата. Собственно, которые я уже нарезала. Вот. Горошек. Я решила туда добавить. И по рецепту он, по-моему, не идет. Зеленый горошек. Но так как очень много протеина в зеленом горошке, датчане его просто едят ложками, вилками, вообще килограммами и тоннами. А датчане плохое не едят. Так что я научилась тоже здесь есть очень много зеленого горошка. У меня горошек замороженный. Сейчас буквально, там, не знаю, одну-две минуты. И готово. Так, я уже заранее отварила яйца. Четыре яйца. Их мы нарежем, скорее всего, в последнюю очередь. У меня здесь оливки. Подходит что угодно. И оливки, и маслины. Они у меня приправлены тоже, кстати, с лососем, с рыбой. Так что у меня тут прям полноценно будет много лосося. Так, я сейчас тогда достану рыбу. И мы приправим рыбой. Так, пока наш готовится горошек, я прям вот, такими ломтиками рыбы. Значит, горошек мы уже остудили. Зеленый горошек. И нам осталось нарезать яйца. Так. И, собственно говоря, мы потом это будем приправлять. Приготовлю какой-то соус. Сейчас будем готовить, я не знаю, как это назвать, соус. То, чем мы будем приправлять наш салат. Здесь все очень непретензионно. Яблочный уксус. У меня виноградный. Оливковое масло. Мед. И горчица. Значит, горчицы у нас одна чайная ложка. Ну, это еще в рецепте тоже все напишем. Так, готово. Значит, потом у нас идет мед. Сейчас тоже, секунду. Еще одна чайная ложка. Так. Все сюда. Мед, наверное, все-таки сюда желательно жидкий. Ну, ладно. Такой есть. И, значит, нам нужно столовая ложка яблочного уксуса. И 3 столовые ложки оливкового масла. Ну, я уже делаю на глаз, потому что приблизительно уже я понимаю, сколько это будет. Соль, перец по вкусу. Все. Теперь это все надо хорошенько размешать. Достаем рыбу. О, посмотри. Идеально пропеклась. Ну, если кто-то сомневается в готовности рыбы, то термометром можно проверить. 60-75 должна быть внутренняя температура. Так что у меня уже глаз алмаз. Поэтому я проверять не буду. Попробуем сейчас положить наш салат на блюдо. Так. Сейчас мы, зная, что сделаем. Мы сделаем вот так. Чтобы как-то максимально красиво достать. Очень легкий и простой и быстрый салат. Но витаминов прям очень много. Он еще и сытный. Так. Это мы сделаем вот так. Я не стала сейчас все это приправлять. Потому что каша-малаша наша соберется попозже. А если я заранее приправлю салат, это уже будет неинтересно. Так. Вот наша приправа. И рыбу я положу скорее всего всю. Потому что я ее обычно так подаю. Каждый уже потом у своей тарелки будет разбираться что с ней делать. Смотри, как она хорошо пропеклась. Снизу и сверху. Так. Упс. Так. Ну что? Пробовать? Пробовать. Тебе нельзя тогда тебе все время чего-то нельзя. Это какой-то прям непорядок. Ну ладно. Кстати, хрустящее получилось довольно-таки, несмотря на то, что у нас в сковороде. Давайте сначала салат попробуем. Я думаю, прям с такой приправой любой салат будет мега вкусный. Хороший салат. Ну это, конечно, преступление. Что ты держишь пост, а я прям стою и... Очень вкусный. Вот эту приправу просто можно взять на заметку и приправлять вообще любые салаты. Ну, я сейчас в описании тоже это все напишу. Все, пробую рыбу. Посмотри, можешь даже прямо заснять. Она настолько сочная. Ты видишь, просто невероятно. А аромат какой стоит. от розмарина, от лимона. Ну просто... Слушай, мне какая-то каша получилась тут. вкусно. Вкусно. Не-фи-а-но. Куйно. Народ, всем спасибо за просмотры, за лайки. И если вам не сложно, совершенно спокойно можете делиться комментариями, как положительными, так и отрицательными. Вот. Можете какие-то вообще пожелания в комментариях оставлять. Что бы хотелось на следующий раз, на следующее видео, может быть, я что-то могла бы приготовить из каких-то запросов. Вот. И, конечно же, не забывайте подписываться и ставить лайки. Все. До скорой встречи. До следующей среды.